Игнатенко Иван Игнатьевич Родился 23 июня 1917 года в станице Славинская, ныне город Славинск на Кубани Краснодарского края в семье крестьянина, русский. После школы окончил Славинский сельскохозяйственную технику, работал агрономом в совхозе Садкиган. В Красной Армии с сентября 1941 года командовал отделением разведки 247-го гвардейского артполка. Окончил полковую школу, действующую армией с августа 1942 года. Воевал на Северокавказском степном фронтах. Участвовал в боях по освобождению многих населенных пунктов Ставропольского и Краснодарского краев, а с Ростовской области. В феврале 1943 года, когда под станицей Крымской наши войска взламывали в хорошо укрепленную голубую линию, Иван Игнатьевич в бою был тяжело ранен. В госпитале его выходила старший лейтенант медицинской службы Фаина Пауна, иначе не суждено ему было дойти до Золотой Праги. В госпитале Иван Игнатьевич полюбил Фаину Пауну. Она ответила ему заимностью, и они прожили вместе более 60 счастливых лет. Летом 1943 года на Кубани шли жаркие бои. Воинская часть, в которой служил Игнатенко, заняла позицию в районе совхоза «Садгигант» на правом берегу протоке. Впереди за переправой раскинулась его родная станица. Бойцы и командиры знали об этом и желали старшине скорейшей встречи с мамой Марии Петровны. Фашисты открыли ураганный огонь по нашим позициям. Иван Игнатьевич без труда определил, что стреляют из бывших казарм, которые находились недалеко от его дома. Между тем старшину вызвал командир дивизии и приказал уничтожить огневые точки врага. И вот ему, арторазведчику, пришлось чрезвычайно тщательно корректировать огонь батареи, чтобы снаряды ненароком не залетели в собственный его дом. Но промахнули залпы, и вражеские огневые точки замолчали. Фашистов выбили из станицы, а Игнатенко хотелось бы хотя бы на минутку забежать домой, узнать, жива ли мамочка. Но надо было без промедления двигаться дальше. Во многом, благодаря точной корректировке огня, артиллерии, враг отступил с большими потерями. А героем Иван Игнатьевич стал и получил звезду за форсирование Днепра и в боях за удержание и расширение плацдарма, где вызвал огонь на себя. Проявил исключительное мужество, отвагу и героин в районе села Куцеловолка в Кировоградской области Украины. 30 сентября 1943 года, еще до переправы батареи, он с рации переправился через реку Днепр, связался немедля с пехотой и в кратчайший срок уже сообщил цели батареи, которая открыла по ним огонь. Находясь все время с пехотой, Игнатенко всегда выдвигался за далекий, за передний край, обнаруживая самые скрытые цели, сообщая о них настолько точные данные, что они уничтожались малым количеством снарядов. Приказом командира дивизии награжден орденом Красной Звезды. В последующих боях на плацдарме, наблюдая за противником, обеспечивал батареи точными разведывателями данными и корректируя артиллерийский огонь, подавил одну артиллерийскую, одну минометную батареи, уничтожил три орудия, четыре пулемета, наблюдательный пункт до роты живой силы противника. Вместе со стрелковыми подразделениями, лично участвовав в отражении контратак, уничтожив шесть солдат противника. 29 декабря 1943 года, находясь в разведке, Игнатенко обнаружил скопление танков и пехоты противника. Своевременно, передав разведанным командованием, способствовал огневому поражению группировки противника и срыву его атаки. Включившись в боевую работу орудия, прямой наводки, уничтожда взвода пехоты и противотанковую пушку противника. Приказом командира полка, награжден медалью за отвагу. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командованием, рефорсированием реки Днепр, развитие боевых успехов на правом берегу реки и проявленное при этом отвагу и геройство гвардии старшине Игнатенко Ивану Игнатьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза с ручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В дальнейшем участвовал в Уманско-Баташанской и Яско-Кишиневской операциях, боях на территории Румынии, Венгрии и Чехословакии. Участник войны с Японией. После войны демобилизован. В 1954 году окончил Горьковский сельскохозяйственный институт, кандидат сельскохозяйственных наук, заслуженный учитель профессионально-технического обучения РСФСР. Почетный гражданин города Краснодара. Был избран председателем Совета Стариков Уторского казачьего общества «Надежда возрождения Прикубанского округа». Жил в Краснодаре. Умер 6 февраля 2010 года. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны первой степени, красной звезды, медалями в том числе за отвагу и за боевые заслуги. В Краснодаре, на доме, в котором жил Игнатенко, установлена мемориальная доска. В Славянске-на-Кубане установлен бюст героев и портрет на аллее героев в парке «Сорокалетие Победы». В 2004 году лицею номер 1 города Славянск-на-Кубани присвоено имя семи героев Советского Союза, в том числе Игнатенко. На территории лицея установлен памятник.